здравствуйте коллеги давайте проверим как нас видно слышно если видно и слышно то пожалуйста поставьте огонечки спасибо большое сегодня мы продолжаем нашу серию вебинаров посвященном решению акселотоз и мы поговорим сегодня про входящий поток ведущими данного мероприятия буду я кондрашов сергей и мой несменный соратник в данном вопросе василий гайдамакин добрый день немножко про регламент мы постарались нашу тему осветить с одной стороны достаточно широко с другой стороны четко быстро и без воды у вас мало времени мы вас это ценим как говорили товарищи вот с точки зрения ответов на вопросы у нас после нашего выступления будет такая 10 может 15 минутная возможность по отвечать на вопросы которые вы пришлете в соответствующем окошке либо в комментариях к данному вебинару для тех кто не успел ознакомиться с предыдущим вебинаром мы разместили вот такую ссылочку на youtube канал куда выложили предыдущий предыдущую запись которая была посвящена управление топологии контейнерного терминала сегодня мы поговорим про входящий поток ну а следующей темой мы анонсируем в феврале выпустим выйдем эфир опять и поговорим про исходящий поток ну или про внутренние операции в общем мы еще подумаем но скорее всего происходящее возможно затронем тему эйтрана более расширенно то есть проведем цикл вебинара который будет посвящена еще интеграция с внешними системами и с оборудованием да ну посмотрим почему мы решили поговорить сегодня прям проходящий поток потому что ну по большому счету у нас весь входящий поток разделен на три части да то есть это на какое-то планирование поступления на непосредственное поступление прием контейнеров грузов так далее и на последующие его размещение в стейке вот здесь что важно да то есть понятное дело что план не что планирование все вот получение вот этой информации обходящих потоках она очень важно важно для чего для того чтобы мы подготовили терминал технику терминала люди людские ресурсы посмотрели насколько у нас много сторонних операций до внутренних перемещений исходящего потока и отбалансировали вот эту нагрузку на терминал таким образом чтобы все отработать вот этом в большей степени нам помогает заблаговременно получение информации о том каким типом техники какие контейнера к нам будут поступать на нашу площадку и в данном случае вот это автоматическое получение этих данных значительно повышает эффективность работы терминала и минимизирует влияние человеческого фактора да и вот то о чем василий сказал да там интеграции с внешними системами мы эту тему осветим в следующих наших вебинарах но об этом не надо забывать потому что как уже говорил план план ничто планирование все вот василий да добавишь ну добавлю конечно ну как и проговорил среди соответственно вся автоматическое планирование выполнения поступления контейнеров на терминал в нашей системе заточено на те условия чтобы минимизировать человеческий фактор да то есть таким образом система наша подготавливается и на будущее прогнозируется и разрабатывать наши компании вселот с таким методом чтобы исключить человеческий фактор и участие человека в работе системы то есть минимальным участием людей да то есть наш план чтобы на терминале в системе тос работал желательно только один какой-то человек который будет отслеживать и следить за всеми поступлениями а все выполнения операции будут выполняться в системе автоматически либо с привлечением автоматизированных рабочих мест мобильных на все это в нашей системе это наша цель итак рассмотрим соответственно входящий поток нашей системе самое главное что участвует входящем потоки системе это транспортные средства да то есть это неотъемлемые объекты системы в отличие от других систем класса в мс мы транспортные средства тоже учитываем и тоже их принимаем на остатки системы как единицы обработки и поэтому мы их ведем и учитываем для нас важно учитывать их простой сколько их приходит какого размера они приходят для того чтобы минимизировать соответственно их обработку и правильно спланировать на терминале чтобы они друг другу не мешали и именно выполнялись задачи с этими транспортными средствами настолько оптимально чтобы всем участникам обработки поступлений на ли они были удобны для доступа и прозрачный при обработке на терминале соответственно мы видим учет этих транспортных средств нас есть три вида транспортных средства это автомобильный железнодорожные и морские судна соответственно все Все транспортные средства в нашей системе идентифицируются номерами. Для железнодорожных платформ есть проверка контрольных символов, соответственно, номеров платформ, которые международно уже известны в 60-х годах Советского Союза. Это вся методика в нашей системе присутствует, заложена и все выполняется, проверяется. Также есть регистрационные номера по автомобилям. Все, как я проговорил, транспортные средства у нас учитываются не только как объект системы, но еще и по размерам. То есть для нас важно, какого размера транспортные средства приходят, то есть какое количество контейнеров и вместимость контейнеров и грузов может перевозить доравные транспортные средства. Это уже на будущее заглядывая, а это будет очень актуально при выполнении операций по исходящему потоку. Но при входящем потоке тоже немаловажно имеет значение, когда мы будем осматривать контейнера и грузы на транспортные средства с учетом того, какой они размерности имеются в виду. Также учитывается грузоподъемность. Это также на будущее будет влиять на то, что в происходящем потоке, насколько транспортные средства по грузоподъемности может принять, запланировать погрузку контейнера и груза. Ну и такие необъемлемые качества транспортных средств, как собственники, владельцы этих транспортных средств, экспедиторы, которые, соответственно, предоставляют эти транспортные средства для перевозки грузов, все это учитывается. Также учитываем статусы пригодности к перевозке, то есть транспортные средства мы в какой-то момент можем не только понять, что они определенного размера грузоподъемности, но еще они не совсем годны к перевозке. Тоже в системе мы это отмечаем, фиксируем и в дальнейшем делаем ограничения на такие транспортные средства, которые негодные для погрузки, чтобы на них нельзя было выполнять погрузочные работы. Также мы учитываем не только транспортные средства, которые приходят с грузом, но также и порожние, которые приходят, это уже, опять-таки, повторюсь, для исходящего потока будут актуальны. То есть мы принимаем и видим не только транспортные средства, которые приходят с грузом и с контейнером, но и порожние, чтобы понять, что запланировать на них погрузку. Также помимо контейнеров на транспортных средствах, которые имеются, мы также учитываем в транспортных средствах еще и грузы. То есть мы в контейнере в системе видим, какие грузы приходят в контейнер, то есть и по номинованию груза, и по массе, и по количеству понимаем, различные коды есть международные, ЕТСНГ, ГНГ. Все это мы в системе учитываем. Ну и также по станциям железнодорожным мы понимаем, какие контейнера и какие транспортные средства с какой станции отправились, и в дальнейшем планируется их, соответственно, отгрузка назначения. Это что касалось транспортных средств. Дальше. Железнодорожный фронт мы рассмотрим. В нашей системе появился, соответственно, в одной из версий системы отдельный модуль, отдельное, соответственно, подразделение модуля, где предназначена такая вот автоматическая обработка контейнеров с целью минимизации простой этих транспортных средств, где мы можем отслеживать дислокацию транспортных средств железнодорожных, это платформы в основном, да, фитинговые, мы можем отслеживать их как на подходе, не только на терминале, да, то есть мы видим, какие платформы едут на контейнерный терминал, на какой станции они еще находятся, которые еще не доехали до нас, да, также, когда они прибывают на терминал, мы уже видим по многочисленным ШД путям, на каком ШД пути стоит платформа, но и также по каждому ШД пути мы понимаем, в какой точке, в какой координате находится платформа и фиксируем ее положение для того, чтобы система автоматически облегчила работу выполнением оператором погруженно-разлучной техники и автоматически спланировала разгрузку контейнеров железнодорожных платформ с таким минимальным пробегом техники, чтобы затрачивалось минимальное, соответственно, время на этот пробег, подбирались определенные ячейки. Также в железнодорожном фронте мы умеем и не только отслеживать и смотреть, фиксировать положение транспортных средств, но и также их заблаговременно спланировать подачу, то есть это с использованием уже систем внешних, в том числе системы TRAN, мы можем подать заявку на подачу железнодорожных платформ, спланировать подачу и сказать, что те платформы, которые находятся на ближайшей станции, либо не ближайшей, мы хотим, чтобы вы нам их подали. Также мы в железнодорожном фронте выполняем различные досмотровые операции, это фиксация положения и разгрузочные работы, что естественно понятно. Итак, вот в нашем системе Аксилотоз, вот эта дислокация и отслеживание на подходе железнодорожных транспортных средств выполняется в рабочем месте диспетчера ЖД, где мы четко видим, какие станции есть, соответственно, на подходе на наш терминал, по каждой станции мы видим, какой, соответственно, платформы находятся, какое их количество платформ, то есть мы здесь в одной из версий нашей системы, придут удовольствия, очень четко проработали, соответственно, легенду и подсветку платформ, в каком статусе и какое количество их находится, чтобы вручную, как в Excel не считать, да, не просматривать список системы, автоматически по регламенту считает и подсвечивает оператору системы, какое же количество платформ находится в каком определенном статусе. Соответственно, эти платформы могут быть в статусе просто загруженной внешней системы, как новая, да, потом они могут быть уже в статусе запланированных, когда подана заявка на планирование подачи на терминал, в том числе с учетом использования системы ETRAN, ну и также, когда система ETRAN, либо другая внешняя система железнодорожной линии подтверждает нам подачу этих платформ, они переходят в статус ожидания подачи, что вы видите на текущем слайде, и это в статусе, соответственно, ожидает подачи, вот таким оранжевым цветом подсвечивается платформа, которая действительно уже в скором времени прибудет на наш терминал. Далее. Планирование поступления в рабочем месте диспетчера ЖД по этим платформам, которые мы увидим на подходе на станции, может выполняться по загрузке заявок не только системы ETRAN, да, но также на некоторых проектах, на этапах первых, мы также клиентам предлагаем загрузку из файлов Excel, да, то есть в данных файлах Excel есть вся информация по платформам, их характеристикам различным, там номера, типоразмеры, собственники и так далее, и также в этих файлах, помимо платформ, вся информация и о контейнерах, которые присутствуют на этих платформах, то есть вся та же информация с дополнительными характеристиками контейнеров, вся она содержится в этих системе и загружается в систему. Система наша автоматически подсвечивает загруженные, соответственно, данные в систему, вы видите, вот зеленым цветом, да, также она может подсветить данные, которые в какой-то мере имеют какие-то некорректные данные, да, система подсветит их автоматически красным цветом для того, чтобы диспетчер скорректировал эти данные в системе, да, и произошла загрузка более оперативной, с правильными данными. Дальше, после выполнения загрузки этих данных о платформах, как и говорил, мы можем спланировать подачу, то есть уже на подходе мы видим платформу, которую хотим подать на терминал. Также в нашей системе есть функция по формированию документа, план подачи платформ, номерной, где мы конкретно уже можем сказать, какие платформы мы хотим подать на терминал. Мы их, соответственно, выделяем, планируем, на какой плановый ЖД путь мы хотим подать. Также мы указываем, какого, соответственно, хотим типа по подаче, чтобы это осуществлялось, то есть для погрузки, либо для разгрузки контейнеров с платформ, либо с двоенной операцией. То есть в этом плане подачи для внешней системы ЖД линии мы также можем дополнительные характеристики привести и сказать, для чего нам нужна эта подача. Далее, после того, как мы спланировали подачу, мы в системе уже можем оформить и активировать фактическую подачу. Это когда уже непосредственно платформа приходит на терминал, в нашей системе присутствует уже второй документ после плана подачи. Это фактическая подача, где мы фиксируем о том, что действительно платформа прибыли. В дальнейшем в наших планах в системе это более-менее автоматизируется с учетом видеофиксации платформ. То есть этот документ фактической подачи платформ, он также по интеграции может загружаться в внешней системе, либо в систему видеофиксации в будущем. Мы это будем фиксировать и без участия человеческого фактора этот документ уже не нужно будет заполнять. В этом же документе мы помимо платформ также можем указать, в каком порядке пришли эти вагоны. То есть есть номер порядка платформы в составе поезда, который зашел на терминал на ЖД-путь. И этот порядок мы можем скорректировать для того, чтобы приемы с датчиком, которые будут рассматривать уже прибывшие платформы, им было легче пройтись по ЖД-пути с конца состава, либо с начала состава. Система автоматически подставит в мобильном клиенте те платформы, которые идут по порядку. И это облегчит работу, исключит как бы человеческий фактор. Далее. Когда нам платформа уже прибыли, мы зафиксировали, активировали фактическую подачу. В нашем рабочем месте диспетчер ЖД в системе ТОС уже присутствует второй режим работы. Это отслеживание дислокации на ЖД-путях. Здесь мы видим уже ЖД-пути. Вот в данном случае три ЖД-пути. По каждому ЖД-пути, если вы видите, подсвечивается цветами желтым-красным цветом, это заполненность ЖД-пути. То есть по длине условных вагонов мы понимаем, насколько ЖД-путь переполнен, либо не до конца заполнен. То есть эффективно понимаем загруженность каждого ЖД-пути по длине условных вагонов. Также на данных, соответственно, по пути мы видим платформы, так же, как и на подходе. Но в данном случае мы уже по ЖД-путям видим на каждом ЖД-пути, можем отсортировать. И видим статусы уже обработки не планирования подачи, а выполнения подачи. То есть у нас платформа могут быть только что прибывшие, то есть в статусе прибыла. Могут быть уже ожидают разгрузки, когда их уже осмотрели. Либо, соответственно, платформы выполненные, либо платформы уже погруженные по исходящему потоку другими контейнерами, которые поедут, соответственно, уже с нашего терминала на станцию назначения. Все это в системе, так же, как и проговорил в предыдущих версиях системы, у нас проработана легенда, подсветка всех статусов обработки этих платформ. И как практика показывает, все эти инструменты, которые присутствуют в рабочем месте диспетчера ЖД, они облегчают его работу, то есть он в любой момент видит актуальный статус обработки. То есть любое выполнение операции в системе мобильных клиентов приема с датчиков операторов техники по выполнению операции с платформами, она сразу же автоматически меняет статус этой платформы. То есть диспетчер ЖД не обязательно нужно связываться по рации или смотреть по видеокамерам текущее состояние платформы. Все это он видит в системе. Далее, после того, как мы прибыли, посмотрели платформы на ЖД-путях, поняли их статус, мы выполняем как раз-таки в мобильном клиенте предварительно осмотр ЖД-платформ. Это у нас выполняется в мобильном клиенте. Приема с датчиком здесь мы фиксируем положение каждой платформы на ЖД-путях. Каждый ЖД-путь у нас разделен на составляющие мелкие координаты ячеек, так называемые в нашей системе кванты. Каждый квант – это один ТЭО, да? То есть все знают, что один ТЭО, какой имеет размерности, это 20-футовый эквивалент. Вот наш путь ЖД в системе всегда разделен на каждый квант, который равняется одному ТЭО, да? И по длине мы знаем, что по длине это примерно там 6 метров, да, грубо говоря. Вот по этим меткам в системе приема с датчик как раз-таки каждую платформу в системе фиксирует. То есть они по порядку, может быть, идти друг за другом, а могут идти с каким-то небольшим промежутком, да? И в системе как раз-таки приема с датчик фиксирует, что в какой координате находится каждая ЖД-платформа. Также помимо платформы приема с датчик может и поменять порядок контейнеров на платформе. То есть он может сказать, что контейнер, который прибыл в системе, на самом деле находится слева платформы, да, ближе к ЖД-топику, а другой контейнер находится в конце платформы. Либо поменять их местами. Если данные, поступившие по интеграции Затрана, либо железнодорожной, другой системы, автоматизированной, они были не совсем корректны, приема с датчик это делает с целью того, чтобы в дальнейшем разгрузка оператором техники выполнялась без каких-то лишних телодвижений, как говорится, да, облегчить его работу и зафиксировать эти положения платформы контейнеров. Дальше. Выполняется уже после фиксации положения разгрузка контейнеров, да. То есть в данном слайде показаны режимы взять, когда оператор техники выполняет уже разгрузку контейнеров. То есть мы видим список задач. У оператора техники он видит, с какого пути нужно разгрузить, с каких как раз-таки координат квантов. То есть в конце каждого пути есть координаты кванта 1, 3, 5 и так далее. Какие номера контейнеров и в какие плановые ячейки система спланировала размещение контейнеров разжедорожной платформы. Также мы видим как раз-таки на следующем втором здесь экране, это список платформ и целевой наш контейнер красным цветом, который нужно снять с платформы. Те контейнера, которые не целевые по задаче, которую выбрал оператор техники, они также отображаются, чтобы оператор техники понимал, что какие контейнера еще стоят рядышком с целевым контейнером и понимал загруженность всех платформ. Это очень удобно для оператора техники, когда он видит их порядок и который контейнер наш целевой. После взятия контейнера система предлагает разместить контейнер в ячейке стока в штабеле. Система здесь также автоматически подсвечивает не только наш целевой контейнер, то есть плановое положение, в какой ячейке, на каком ярусе он должен встать, но и также система подсвечивает контейнера, которые уже в штабеле стоят, и оператор техники визуально, физически понимает, что да, действительно стоят два контейнера на первом и втором ярусе, нужно поставить на третий ярус. То есть даже независимо от цифр и номинований ячеек, визуально наша система, очень удобно оператор техники подсказывает, что тебе просто нужно поставить на третий ярус, но ты видишь, что у тебя стоит на первом и втором ярусе другие контейнера, примерно можешь сравнить правильно, соответственно, ты находишься в том месте или нет. Дальше. После размещения, соответственно, контейнера в сток, либо на, соответственно, зону разгрузки на финальный осмотр выполняется, как раз-таки задача уже дополнительная по детальному осмотру контейнеров, так называемый коммерческий осмотр, где прием от датчик уже дополняет характеристики контейнера такими характеристиками, как тип контейнера, его массу контейнера, грузоподъемность, так называемый ТАРОПЛО, то есть все данные, которые имеются на табличке контейнера, которые на дверях имеются, все эти данные прием от датчик вносит. Помимо этих данных, он также визуально определяет данные по годности этого контейнера, то есть он пришел с каким-то браком, либо с каким-то повреждением, все это повреждения он в систему вносит и также вносит номера запорно-пломбирующих устройств, если контейнер приходит не порожнюю, а запломбированной, да, в системе все это добавляет. В одной из версий нашей системы также в мобильном преденте появилась фотофиксация всех этих данных по контейнеру и повреждениям, да, в будущем, в следующем релизе вы это все увидите, да, поэтому мы так заглядываем на будущее, чтобы можно было посмотреть. Как раз-таки я хотел бы вам это рассказать и показать, как в нашей системе это выглядит. То есть фиксациям выполняется данных контейнера, мы можем в рабочем месте, в мобильном клиенте приема с датчиком выполнять фотографии контейнеров. Эти фотографии мы сохраняем в мобильном клиенте и непосредственно в саму систему ТОС для диспетчера, да, этих фотографий можно сделать, соответственно, не одну, а несколько количества штук, сделать с разных ракурсов. При фотографировании мы можем, соответственно, предпросмотр фотографии сделать и, соответственно, сохранить эту сделанную фотографию, либо отменить, перефотографировать, то есть подтвердить, либо отменить сделанную фотографию и потом сохранить ее в системе. Помимо данных по контейнеру мы также можем добавлять данные по повреждениям, То есть непосредственно уже к каждому повреждению контейнера, а не к самому контейнеру, мы можем также добавлять еще и повреждения. То есть на повреждениях мы отмечаем, где находится это повреждение, место повреждения, то есть на какой стороне контейнера, сам характер повреждения и саму фотографию повреждения. Также эти фотографии можно добавить несколько, также их можно подтвердить либо перефотографировать. Все хранения этих сделанных фотографий, как-то и проговорил ранее, у нас в системе хранится по всем документам, в которых мы выполняли эти данные по фотофиксации. В данном случае на слайде видите задачи на финальный осмотр, где по задаче мы, соответственно, зафиксировали повреждения. В этих повреждениях, соответственно, мы можем посмотреть фотографии, то есть доступен предпросмотр фотографий уже непосредственно в рабочем месте системы диспетчера. Он может посмотреть каждую фотографию, список этих фотографий, может посмотреть, когда сделаны эти фотографии, вплоть до секунды, да, и под каким пользователем эти фотографии были сделаны, зафиксированы в систему. Далее, что хотел сказать, помимо железнодорожного фронта, очень актуальна и в нашей системе обработка автотранспорта. Для этого в нашей системе призваны так называемые документы автовизита. Это заявки на визит, это тоже одно из новшеств, которые выполняются в нашей системе, появятся в следующих релизах системы. Они призваны для того, чтобы запланировать предварительную обработку транспорта, да, то есть у нас они есть двух видов. Это безномерные номерные, то есть мы можем запланировать поступление контейнеров на транспортных средствах, ну, не зная при этом предварительно номера контейнеров. Но мы уже можем спланировать период визита, когда транспортные средства приедут на наш терминал, вот, и также, соответственно, отметить по тайм-слотам, то есть в какой тайм-слот, каждый из заявок на поступление отдельного контейнера по данному визиту приедет на наш терминал, чтобы спланировать проверную загрузку нашего терминала и спланировать, в какое время придет данный, соответственно, контейнер. Вот, по контейнерам и по автовизитам мы также можем отмечать различные дополнительные характеристики. Это как экспедиторы, договора, перевозчики, агенты, также можем задать характеристики самих контейнеров, то есть какого типа размера по данному автовизиту придут контейнера, какое будет количество, на какой, соответственно, сток планируется их принять. Все это в нашей системе призвано в системе за счет заявок на визит. Также, помимо поступления в следующих уже наших циклах вебинаров, мы также посмотрим, что у нас есть и заявки не только на поступление, но и на выдачу контейнеров. Тоже они работают в системе с учетом модуля автовизитов. Это вот, что касалось автовизитов. Дальнейшее выполнение автовизитов выполняется по созданию заявок. Заявки на поступление уже создаются на каждый контейнер, так как в предыдущем слайде мы запланировали определенное количество, 5-10 контейнеров, а уже при поступлении контейнера на площадку мы просто создаем заявки. И здесь в заявках у нас уже система автоматически по автовизиту подставляет, какие транспортные средства с какими характеристиками. Нам необходимо лишь отметить их поступление, этих контейнеров, где мы видим плановые номера ЗПУ, можем внести систему, которые пришли, и также состав груза в этих контейнерах. Все это мы в системе отмечаем и выполняем. То есть обработка поступления контейнера, что на железнодорожных платформах, что на автомобильном транспорте, она в нашей системе выполняется в рамках одного документа, это заявки на поступление контейнера. Дальнейшие операции по выполнению финального осмотра аналогично железнодорожному фронту. Но выполнение операции по разгрузке уже с автомобильного транспорта немножко здесь отличается в более упрощенной форме. Здесь мы видим список задач, то есть здесь мы видим уже непосредственно не сам ЖД-путь, а видим номера транспортных средств, их регистрационные номера авто, это начальные ячейки. Ну и также видим номера контейнеров и конечные положения, в какую ячейку система нам спланировала размещение контейнеров с автотранспортных средств. В режиме, соответственно, выполнения задачи система подсказывает, какой контейнер нужно взять, с какого транспортного средства нужно взять контейнер, то есть указывает номер транспортного средства, облегчает работу оператору техники по поиску необходимого автомобиля, их здесь пришло несколько по госномеру автомобиля. Ну и дальнейшая операция аналогична, в принципе, и любой операции по размещению контейнера. Система предлагает положить контейнер, в данном слайде здесь у нас побольше уже штабелей, система также подсвечивает, какие штабели загружены, какие контейнера уже стоят, и целевой контейнер, куда можно его поставить, на четвертый ярус. Все это выполняется системе с подсказками оператором техники и выполняется в автоматическом режиме добавлено, да, то есть если оператор техники не будет нажимать кнопочки подтвердить, взять, то мы также можем интегрироваться с оборудованием, как раз-таки в начале нашего встречи. Встреча сегодня проговорил, что в дальнейшем мы можем рассмотреть циклы вебинаров, когда мы можем показать, каким инструментом мы можем интегрироваться с оборудованием, чтобы выполнение этих операций происходило без человеческого фактора, уже непосредственно на технике терминала. Это вот что хотелось сказать, на этом мой посвящение во входящий поток в системе ксилотоз на данный момент закончен. Не очень хочется, конечно, прощаться с вами, но ждем, конечно, вопросов, постараемся на них ответить. Да, коллеги, спасибо за внимание. Давайте проведем такое экспромтом голосование. Есть предложение пересмотреть нашу следующую серию, да, и вместо исходящего потока посмотреть про интеграцию с оборудованием и с внешними системами, да. Соответственно, давайте так поступим. Если мы оставляем исходящий поток, да, то в комментариях напишите единичку, если хотите поменять на интеграцию, то давайте двоечку. Вот, и, соответственно, мы посмотрим и примем решение на основании реальных ваших интересов. Ну, а пока ответим на вопросы.